Искусство древнего Египта. Первое из чудес света. На западном берегу Нила возвышаются величественные каменные пирамиды. Это огромные гробницы фараонов. Их охраняет большой сфинкс, а высеченный из целой скалы. У него тело льва и голова человека. Самая высокая пирамида, фараона Хеопса, была построена около 2600 года до н.э. Ее высота почти 150 метров. Это высота дома в 50 этажей. Чтобы обойти ее кругом, нужно прошагать целый километр. Семь самых знаменитых сооружений в старину называли чудесами света. Первый из них – египетские пирамиды. Многие путешественники стремились повидать их. Действительно, только чудом можно назвать строительство пирамид в глубокой древности, когда еще не было даже железных орудий труда. На строительстве пирамид постоянно трудилось множество каменотесов и других ремесленников. Но особенно много людей требовалось для того, чтобы тащить тяжелые камни. Древнегреческий историк Геродот рассказывает, что 100 тысяч человек выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Для сооружения пирамиды требовались годы, а иногда и десятилетия. Народ изнемогал от непосильного труда и тех лишений, на которые обрекали его фараоны, владыки Египта. Храмы-жилища богов. Знаменитые другие сооружения, храмы. Подойдем к одному из них. Будто стража вдоль дороги, ведущей к храму, два ряда сфинксов, фантастических существ с телом льва и головой человека или барана. По обе стороны ворот возвышаются массивные башни, украшенные рельефами. Перед ними высечены из гранит огромные фигуры фараона, выседающего на троне. У входа стоят обелиски, каменные иглы фараонов. Их остроконечные вершины, покрытые золотом и серебром, ослепительно сверкают в солнечных лучах. За воротами широкий двор, окруженный колоннами. Из двора виден огромный крытый зал с рядами колонн. Высоко вверх возносятся их могучие стволы. За главным залом в глубине храма находится самое скрытое таинственное помещение. Только жрецы-фараоны вправе проникнуть туда, где стоит статуя бога, хозяина храма. В дни праздников в честь бога жрецы на плечах выносили его статую во двор храма, где их встречали толпы народа. Затем процессия медленно двигалась к реке и поднималась на корабль. Бог плыл по Нилу, как бы посещая других богов в их жилищах храмах. По завершении празднества статую возвращали на место в глубину храма. Гробница фараона Тутанхамона. Во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перестали строить пирамиды. Они хранили своих фараонов в скалах и подземельях. За века и тысячелетия, прошедшие со времен фараонов, их погребения были разграблены. Лишь одну гробницу археологи нашли нетронутой. Велико было их волнение, когда, спустившись в подземелье, они заметили, что печать фараона на каменных дверях цела. Никто не входил сюда более трех тысяч лет. Все сокровища остались на месте. Фараон Эхнатон и царица Нефертития. Храмы бога Амона были очень богаты, и жрецы пытались диктовать свою волю самим фараонам. Но однажды, в 14 веке до нашей эры, фараон Эхнатон восстал против власти жрецов Амона. Он объявил единственным богом сияющий солнечный диск по-древнеегипетски Атон. Каждый луч солнца – рука. Протянув к земле свои руки лучи, Атон ласкает маленькими ладонями все живые существа. Фараон построил целый город, названный именем этого бога. Ахетатон. Горизонт Атона. Однако после смерти Эхнатона жрецы вернули себе прежние права. Город Атона был забыт и превратился в развалины. Фараоны вновь стали поклоняться Амонура. Но мы вспоминаем о правлении своенравного фараона, глядя на портрет его прекрасной жены и помощницы, царецы Нефертити. Посреди первой комнаты стоял трон на звериных лапах, покрытый золотом, украшенный слоновой костью и разноцветными камнями. Здесь же были сотни предметов, мебель, вазы из полупрозрачного камня, оружия и драгоценности. В главной комнате находился каменный саркофаг, а в нем второй саркофаг, во втором – третий. Лишь в последнем, четвертом саркофаге из чистого золота покоилась мумия юного фараона Тутанхамона. Пойдемте в музеи. В гробницах, храмах, при раскопах древних городов Египта найдено множество прекрасных произведений искусства. Они собраны в разных музеях мира. В зале музея вы сразу догадаетесь, что вас окружают вещи, привезенные из Египта. В чем же особенности работы древнеегипетских мастеров? Создавая каменные статуи, скульптор соблюдал особые правила. Вот как восседает вельможа, его ноги сомкнуты, одна рука прижата к груди, другая к коленям. Это неестественная поза живого человека. Фараоны, вельможи, боги изображены так, словно они заколдованы. Вперед устремлены взгляды, в одинаковой позе застыли их тела. Были и другие правила. Мужчин изображали с кожей темного цвета, а женщин – светлого. Фигуры богов всегда большого роста. Фараон обычно выше своих вельмож, простые люди, в сравнении с фараоном совсем маленькие. А вот каким правилом следовали художники-скульпторы Египта при изображении человека в росписях и рельефах? На стене гробницы – фигура вельможи. Верхняя часть его тела, плечи, руки выглядят так, будто мы смотрим на него спереди, а ноги, будто мы смотрим сбоку. Голова тоже повернута к нам боком, но глаз нарисован так, словно мы глядим человеку прямо в лицо. Большинство статуй находилось в гробницах. Статуя должна была быть похожей на покойного, чтобы душа ее узнала и вселилась в нее, если мумия почему-либо не сохранилась. Поэтому египтяне придавали большое значение портретному сходству. В Москве вы можете посетить музей изобразительных искусств, а в Санкт-Петербурге – музей Эрмитаж. Там вы увидите египетские мумии и саркофаги, статуи богов и хараонов.